Тысячи одесситов не оплачивают счета за потребленную воду вовремя. Число должников неуклонно растет. На сегодня горожане недоплатили филиалу Инфоксводоканал порядка 140 миллионов гривен. Чтобы не допустить перебоев в подаче воды, на предприятии были вынуждены ужесточить работу с должниками, используя для этого все доступные способы. Один из них – ограничение возможности пользоваться системой водоотведения. Сотрудники Инфоксводоканала всегда пытаются выстроить диалог с неплательщиком, войти в его положение, предложить договор о срочке долга или другие варианты сотрудничества. Однако есть абоненты, которые, потребив услуги, платить за них не хотят, избегая при этом любых контактов с водоканалом. С такими потребителями работают юристы предприятия и многочисленные бригады крота. К примеру, в этом доме на Решильевской несколько злостных неплательщиков. Абоненты, проживающие в одной из квартир, задолжали Инфоксводоканалу 3200 гривен. Долг под другой – порядка 2000. А потому сегодня сюда приехал Крот. Предварительно абонент уведомлялся в обязательном порядке о том, что необходимо оплатить за должность. Рекомендовалось заключить договор с структуризацией. Рекомендовалось обратиться за помощью на оплату жилищно-коммунальных услуг от государства в виде субсидий. Но мы вынуждены сейчас, в связи с тем, что должники не идут на контакт, находиться здесь и отключать должника от услуг канализации. Со своей задачей бригада с Кротом справляется быстро. Возможность пользоваться системой ВД-отведения квартир и должников теперь ограничена. Уверен, что завтра они уже прибегут подключаться и оплачивать свои деньги найдутся, и все будет. Бригады работают во всех районах города, ограничивая канализацию в десятках квартир ежедневно. При этом специалисты отмечают, что многие потребители и должники, увидев бригады Крота, просят не применять к ним столь жесткие меры и сразу направляются в банк погашать долги или оформлять рассрочку платежа. ВД-канал им всегда идет на встречу, однако есть и иное отношение абонентов к своим обязательствам. К сожалению, есть люди, которые не идут к нам вообще ни на какой контакт, они всячески закрывают двери, они угрожают нам мало того, физическое расправа и так далее. Таких людей мы, конечно же, ограничиваем, на какие уговоры мы не идем. На сегодняшний день встречи с Кротом не удалось избежать почти двум тысячам абонентов. Для того, чтобы пользоваться услугой водоотведения, снова им пришлось полностью погасить долг перед инфок с водоканалом, а также возместить затраты на Крота. Напоминаю, что после установки Крота на абонента дополнительно вылагается сумма денег за указанные услуги по установке и снятию Крота в размере 1650 гривен. Ограничение услуг не единственная мера воздействия на должников. Так, несколько тысяч дел неплательщиков в настоящий момент находятся в руках юристов предприятия. 3800 уже переданы в суд, а порядка 2500 – в государственную исполнительную службу для принудительного взыскания долгов. В инфок с водоканале говорят, работа с неплательщиками будет продолжена. Для того, чтобы не подвергать себя дополнительным мерам воздействия со стороны инфок с водоканала, рекомендуем абонентам оплачивать сумму с дожди до 20 числа текущего месяца. Тогда не будет никаких проблем. Сотрудники инфок с водоканала подчеркивают, на предприятии стремятся бесперебойно предоставлять EDC-там только качественные услуги. Для этого абонентам необходимо оплачивать услуги водопользования вовремя и в полном объеме.